Правда, некоторым для этого пришлось обращаться в суд. Отмечу, что мячи в последнее время стали чаще и настойчивее требовать компенсации. Только за прошедший год таких примеров десятки. Полмиллиона рублей за сломанный палец. Десятки тысяч за незначительные травмы после падения в подъезде и год бесплатного обслуживания в клинике за некачественно оказанные услуги. Это далеко не полный перечень требований. Чем адвокаты и юристы объясняют такой активности, как восстановить справедливость, расскажет мой коллега Данила Вожевский. Ангелина уже более 10 лет занимается бальными танцами. Год назад, возвращаясь с очередной тренировки, она поскользнулась и упала в спуск в подвал. Не было ни освещения, ни ограждения. Юная спортсменка повредила спину. У нас было запланировано большое мероприятие «Танцующий город». Я не смогла его посетить. Это было очень ответственно. Тренер, партнер, все родственники очень сильно расстроились, потому что это событие танцоры ждут в году очень сильно. Дальше я не могла посещать. Ну, выездные мы собирались на выездные турниры и омские мы не смогли посетить. Семья обратилась в суд с иском к управляющей компании. В качестве компенсации потребовали 80 тысяч рублей. Требования удовлетворили частично. Семье выплатили 20 тысяч. А опасный спуск в подвал все же огородили забором. За легкие травмы позвоночника и плеча Александр Осипов потребовал с управляющей компанией 18 тысяч рублей. Он поскользнулся на кафельной плитке в подъезде. Коммунальщики свою вину отрицают. Однако супруга пострадавшего настроена решительно. Женщина уверена, за халатность виновным придется ответить. Мы оплачиваем за содержание жилья ежемесячно по тысяче рублей. А несчастный коврик за 100 рублей никто положить не может, чтобы никто не ушибся и не разбился. Мы ждем положительного результата в том, что они одобрят иск в нашу сторону, в нашу пользу. Здесь дело даже не в деньгах. Сумму мы небольшую представили. Прокуратуре говорят, что в последнее время подобные иски стали обычной практикой. Люди все чаще борются за свои права. Обращаются с требованиями как к управляющим компаниям, так и к дорожным службам с требованием компенсации морального вреда и возмещения вреда здоровью в результате падения на аналиде. Как правило, в ходе судебных заседаний доводы истцов находили свои подтверждения и требования были удовлетворены. А здесь, прошлой весной, во время реконструкции улицы Ленина, Амичка сломала мизинец на руке. Она шла по настилу из досок, запнулась, упала. В итоге травма. Девушка подала иск в суд и попросила взыскать с компанией подрядчика «Идеалстроя» 438 тысяч рублей. Ее жалобы удовлетворили, но частично. За моральный вред ей выплатят 35 тысяч рублей, а за утраченный заработок еще 25 тысяч. Но бывает, что дело и не приходится доводить до суда. Так, пациентка одной из омских поликлиник хотела подавать иск на врача, который вырвал ей три здоровых зуба. После жалобы Минздрав встал на ее сторону. Амичке выделили около миллиона рублей на установку протезов. В таких ситуациях, уверены юристы, важно своевременно и грамотно составить письменную претензию. Сделать это можно самостоятельно, а можно сразу обратиться за помощью к специалистам. Но бывает, что судьи сталкиваются с так называемым потребительским экстремизмом. Обычно это необоснованный иск с единственной целью – получить деньги. Но получается это крайне редко и становится очевидным еще до начала судебных разбирательств. Данила Выжевский, Павел Ходынский и Константин Демиденко. Омск здесь.